девочки ну что фрагмент с тем как я пришиваю планку случайно удалили теперь по новой будем ее пришивать ну здесь мы все отмерили какой длинный воротничок что было лишнее что мы срезали вот теперь пришиваем нашу планку вот таким образом отстроченная сторона планки и обычная сторона планки воротничок вот он видите откололи пока не пришит не забываем что у нас еще есть обтачка ее тоже надо 3 приготовить так вот эту деревяшку надо убрать и нашу вид не забудьте что здесь одинаково то есть вот дважды если бы вы так вот подвернули вот так должно быть видите то есть вот здесь заканчивается край планки видите вот он край планки вот уже подшит вниз вот таким образом что-то шумит так мы стараемся чтобы было тихо у нас такая кустика в доме видимо наш дом строили специалисты по строительству театров я так думаю оперных пришита планка девочки вот она пришита теперь другой стороне ланки мы должны сейчас обтачку решить обтачку надо подготовить обтачка у нас помните была из трех частей но у нас она из четырех потому что ну кусочки были такие то есть задняя обтачка спинки и части рукава из двух частей но я сейчас это сострочу и вам полностью всю обтачку покажу вот девочки это обтачка обтачка горловину так я ее но сначала где нужно и теперь надо оверлоком обработала и теперь надо тоже проложить стабилизирующий так же как и по горловине потом проутюжить так до конца чтобы время не тратить так теперь пришивая обтачку к планке так и вот смотрите здесь такой момент чтобы аккуратно это смотрелось хотя здесь все закрыто будет и так должно быть аккуратно вот этот вот хвостик надо бы отрезать чтобы он не появился но он и так не должен появиться лишняя толщина нам здесь не нужна мы его срежем вот таким образом так ну и аналогично с другой стороны будем пришивать уже воротник ну все девочки теперь вот таким образом пришиваем горловине горловине воротник так не забываем вот так подогнуть планку как ну вот 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 это чтобы не вот так вот пришивалась потом придется подпарывать а вот здесь вот сюда отвернули в сторону срез в сторону планки так вот пришьем пока воротник сам горловине а потом и обтачку ну совмещая все швы девочки вот так и строчим как планировали то есть у нас воротник не припосажен а припосажена только горловина потому что она может растянуться а воротничок у нас пока слой он должен красиво лечь ну и так до конца девочки мы сделали примерку наконец и что мы обнаружили ну во первых я наметила точки где будут пришиваться лямки наши бретельки я имею ввиду так вот видите вот сейчас я одну пришила одну сторону теперь вторую я вот так сверяю и аналогично по длине и по ну по именно месту этому пришью с этой стороны вот ну и по длине конечно же надо измерять чтобы все было одинаково так значит с этим ясно ямки вы сами отмечаете где удобно то есть в соответствии либо с бюстгальтером либо просто где красиво это на ваш вкус что еще я начертила вот здесь вот я начертила границы планки которые вот заход вот так вот планка наша должна располагаться то есть мы уже должны понимать что вот таким образом видите границы планки я начертила вот таким образом должна располагаться планка заход наш да запах теперь значит я там прочитала каким образом сделано здесь значит у нас петли будут когда отстрочится полностью планка естественно сделаем петли я еще хочу проклеить область где будут петли для того чтобы петли они растягивались и вообще сама по себе она будет выглядеть аккуратнее если мы планку в этом месте проклеим паутинкой это одно значит вы на примерке отмечаете где должна быть планка чтобы было комфортно то есть четко на выкройке нет линии где должна быть планка где как выглядит наш запах это вы должны сами определить еще один момент поскольку мы шьем рукав не длинный а короткий поэтому короткий рукавчик у нас получается вот так вот немножечко торчит что мы решили мы решили здесь ничего не переделывать нет такой необходимости мы решили сделать на рукавчике вот такой вот складочку бантовую вот очень миленько аккуратненько это выглядит то есть что-то типа фонарика получается вы этот момент учтите если вы шьете короткий как и мой рукавчик но не хотите чтобы он торчал и не хотите вот таким образом его сделать чтобы это было по типу фонарика значит изначально кроите так чтобы этого не было то есть надо будет моделировать это уже будет реглан который со швом посередине я думаю что девочки очень очень хорошо очень легко очень симпатично вот этот момент смотрится так девочки вот на этом этапе как выглядит наше платье пришита обтачка воротник полочка ну и все остальное теперь значит область планки что мы делаем во-первых срезаем всю вот эту вот толщину вот эти все припуски на шов тем более приклеенные флизелином максимально чтоб не повредить конечно срезаем эти припуски так вот так вот даже можно нам эта толщина здесь не нужна и начинаем отстрачивать по обтачке вот этот вот шов он очень важный он для того чтобы девочки чтобы нормально правильно выглядел наш воротник чтоб заворачивался он в нужную сторону чтоб обтачка не выплывала на лицо так начинаю я этот строчить вот вот этого шва где планка начинается видите вот она наша планка я начинаю отсюда строчить делаю закрепку и аккуратненько раздвигая чтоб ничего лишнего там не прихватить начинаю отстрачивать вот прямо в самый в миллиметр к шву ничего не надо натягивать здесь спокойно идет строчка по обтачке вот так это должно выглядеть видно строчку вот так вот на протяжении всей обтачки что мы имеем на этом этапе девочки значит вшили бретели отстрочили вот так в край обтачку такой ниточку надо срезать так теперь значит дошло дело до нашей планки так это та планка на которую будут петли значит для того чтобы планку отстрочить надо обработать низ надо наметить места под петли здесь петля должна быть обязательно чтобы вот так не оттопыривалась в талии значит вот здесь вот получается три пуговички это мы сейчас под утюгом буду приклеивать фрагменты флизелина поясного поясной потому что он менее всего растягивается там вертикальные петли должны быть стало быть мы будем приклеивать вот так вот вот так вот вдоль чтобы не растягивалась петля ну вы увидите как сейчас займемся низом что мы делаем для того чтобы здесь аккуратно обработать ну прежде всего надо будет это все подаккуратить нитки обрезать так значит вот так вот вот складываем ну вот давайте я насечку сделаю чтобы вам было виднее складываем вот смотрите понятно тут интересно что я делаю так вот смотрите как выглядит вот 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 помните мы делали ориентиры на отсечки вот сейчас они нам помогут каким образом мы вот можем вот смотрите до какого уровня я могу застрочить я в общем то все могу застрочить вы тоже старайтесь чтобы у вас это получилось видите что я делаю вот у меня юбка остается в этой планке вот как это объяснить видите вот так вот я сложила юбка у нас вот она здесь я сейчас по нашим насечкам сколю и буду строчить вы посмотрите как это будет выглядеть девочки тут я вспомнила что у вас может быть длинная юбка а с длинной юбкой это совсем не просто сделать поэтому вы приблизительно поняли что я где-то до талии могу вот юбку туда заправить ну и вот таким образом давайте я все-таки прострочу вот смотрите почему это так вот надсечки видите я их соединяю они мне помогают а если бы эта планка была шире поскольку я шью в основном не худеньким там и планки не такие узкие получаются потому что знаете если такая крупная фигура на ней вот такая узкая планка смотрится нелепо то есть даже ширину планки надо соотносить с общими габаритами фигуры так бы я сказала то есть если это крупная фигура то там никак не меньше четырех сантиметров планка должна быть здесь у нас где-то сколько тут она у нас два с половиной наверное планочка но около трех так вот смотрите как я теперь застрачиваю краешек вот здесь вот я щупаю тут у нас заканчивается вот юбка да ее низ так я сейчас лишние лишние отрежу вот так вот наискосок и выворачиваю это можно было эту строчку продлить до самой талии если коротенькая юбка но я думаю что у вас юбки длиннее поэтому надо все таки иначе делать я на той стороне я вам покажу как каким образом это делать а сейчас я пока вы выворачиваю планочку вот смотрите посмотрите посмотрим что у нас там получилось вот таким образом я выворачиваю видите вот и уже планочка прострочена и вот посмотрите насколько аккуратно выглядит вот этот краешек вот смотрите вот смотрите как он аккуратно выглядит тут не подкопаешься вот есть еще ниточки вот эти которые в спешке мы не отрезаем потому что потому что вечно спешим потому что она их надо не сжать так вот смотрите вот выглядит планка как видно как это аккуратно видите ничего здесь не торчит ничего здесь не вот все но там надо пальцами интуитивно чувствовать вот эту вот границу ну и она ощущается вот так вот так аккуратно выглядит а это заметьте очень важный момент в платье он частенько бросается в глаза именно край вот этой вот обработки то есть если здесь неаккуратно это портит вид всего платья вот она и тогда уже вы можете отстрачивать аккуратно проутюжить как вам угодно то есть вы поняли о чем я говорю надеюсь но поскольку юбки длинные не 46 сантиметров даже у нас 44-45 получилось поэтому вот эту вторую сторону я вам покажу как иначе делать для чего я делаю стабилизирующий шоу вот этот вот который нам сейчас поможет загнуть аккуратно вот так вот то есть ну здесь видите тоже надо навык иметь надо набить руку так что вы строчите здесь а это вы пальцем только ощущаете вам помогает эта строчка ну естественно можно сколоть булавочками для того чтобы было аккуратненько естественно надо ориентироваться на вот эти надсечки чтобы они не смещались вот так вот сейчас я загну вот сколю вот все это естественно надо делать можно даже наметать но опять же я призываю вас тренировать пальчики чтобы не делать лишних операций сметывать и даже когда вы прилетали это совсем не гарантия что у вас получится идеально красиво совсем не гарантия поэтому сразу привыкайте делать вот таким образом вот еще раз повторяю зачем я делаю этот шов вот когда этот шов есть то оно само по себе загнется ровно подогнется значит сейчас разметим места для петель причем вот здесь мы их так здесь надо максимально высоко вертикальная петля это где-то вот здесь так можно шуметь будет кондиционер иначе мы задохнемся девочки и погибнем во цвете лет так не дожил не дожил этот сарафан так девочки значит вот она и вот она 14 да ну правильно 7 сантиметров но это как у вас там получается у нас наверное 7 так 7 если если эта планка будет рабочей то есть ее будут расстегивать петли будут рабочими то все-таки надо подстраховаться и проклеить места для петель вот такими фрагментами флизелина это вот тот флизелин который для пояса он плотненький хорошо клеится я так думаю что все-таки надо подстраховаться чтоб не растянулись петли чтоб не потеряла форму планка вот по всем петлям проклеить вот таким вот фрагментами флизелина так причем на лицевую сторону петли так ну что давайте их сейчас можно пока слегка приклеить а потом уже тщательно когда будет готова так и видите это та сторона которую я прострачила таким необычным наверное способом для вас продолжу я отстрачивать обычно вот здесь вот можно помочь себе и проутюжить по вот этой вот от строчки а можно этого и не делать так давайте посмотрим приклеилась слегка хотя бы да приклеилась теперь можно уже отстрачивать планку и делать петли начинаем ответственный момент отстрачиваем планку так здесь пока спокойно она у нас пришита так а вот здесь уже надо контролировать вот смотрите я этой рукой правой подогнула вот так вот пальцами себе помогла вот подогнула теперь натягиваю чтоб не было перекоса здесь ищу давайте все таки будем скалывать для вас непривычно так поэтому я все таки скалю вот смотрите что я скалола те надсечки которые мы изначально на планке делали вот я скалываю чтобы не было смещения чтоб хотя бы об этом мы не думали где здесь у нас еще вот ориентир видите вот надсечка ищем вот надсечка вот здесь вот виднее наверное вот надсечка и вот надсечка на планке вот их мы должны состыковать подогнув так скалоли так что здесь еще ну остальное уже тут незначительные такие фрагменты которые можно и не скалывать так вот помогаю себе правой рукой вот таким образом видите так натянула здесь расправила и строчу уже вот так вот натягиваю этой левой рукой придерживаю правой натягиваю так давайте проверим что там у нас получается аккуратно у нас получается нет вот съехала так поэтому надо это дело переделать так девочки ну по новой отстрачиваю увлеклась болтовнёй и упустила пальцами важные так но тут еще поскольку совсем в край отстрочку делаем тут нужно надо ювелирно и желательно молча ну вам то не приходится говорить это я вдруг на старости лет стала болтушкой так вот здесь так 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 а ну ка не съехала я тут нет так щупаем немножечко кладочку оттягиваем сюда благо коротенькая планочка так узенькая и коротенькая так девочки ну и так далее до самого края верхнего вот вот отстрочили планку сейчас мы тщательно проутюжим приклеив тот флизелин который под петлами должен быть вот такие моменты я снимаю снимаю насадку насадку через проутюжильник утюжил именно планку потому что важно чтобы приклеился этот флизелин ну чтобы после стирки он не пострадал так проутюжильник сейчас найдем вот он маленький таким образом девочки видите здесь уже без насадки чтобы тщательно проклеилось и причем на катон поставим так ну с изнанки на всякий случай должно проклеиться хорошо и так всю планку потом будем делать петли девочки хочу сейчас сказать одну важную вещь вот если делать петли вот этой специальной лапкой для петель на бытовой машине вы ставите ну как положено поставить ту же самую пуговицу и делать при помощи этой пуговицы эту петлю она получается слишком длинная я как правило ставлю чуть меньше диаметром петлю пуговицу для того чтобы получилось в самый раз потому что слишком длинная получается и вот недочет такой так ну вот здесь сделаем как мы обычно делаем петли так вот видите чуть чуть не сделала как не надо вот а что я еще делаю тут как правило стоит 4 4 я делаю 3 5 на 0 5 то есть тут 4 0 4 как правило я делаю 3 с половиной на 0 5 ну и ослабляю верхнюю нитку расслабляю ослабляю правильно так вот у меня такая машина видите обрезает нить любимая моя машинка джаномэ компьютеризированная вот сразу покажи чтоб потом не пришлось мне отвечать 41 2 20 qd qd c ну и так все петельки таким образом я сейчас покажу какая получается ну вот когда мне нравится я оставляю так если не нравится делаю зигзагом сама так давайте на нее полюбуемся вот такая вот петелька получается видите мне кажется симпатичная петля так все теперь остальные сделаем и будем пришивать пуговицы девочки вот какая тут закавыка с этой застежкой ну как они рекомендуют значит пуговицы пришейте туда под шейте кусочек ткани вот я видите кусочки ткани нарезала остатки от бретелек обработала лаком так чтобы не вытрепывались в принципе можно вот так вот как они говорят так и сделать то есть вот я сделала здесь видите пришила так чтобы с мясом не вырвать пуговицу но не скажу что мне это очень нравится ну вот например верхней части лифа да там где планочка тут я вынуждена так сделать здесь нет складки здесь будет действительно вот пуговичка 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 и там вот это вот кусочек ткани да вот как здесь я сделала так надо его выровнять а то это мне будет резать глаз и раздражать хотя он ровный это я пришила поэтому кажется так ладенько а вот в нижней части там где юбка да планка на юбке я решила что поскольку здесь вот так вот получается складочка то я ее использую каким образом ну вот пришлю я так чтобы было надежно пуговичку сквозь вот эту складочку ну вдвое вот можно даже в три слоя вот этот вот захватить но я так думаю в три я зря сделала а в два вполне могу пришить вот это будет надежнее либо опять же эти тряпочки пришить тряпочки я называю ну вот эти фрагменты ткани еще есть вариант девочки сделать больше даже ниже и двойная пуговица и вот этот подпуговичник пришить видимо я наверное все таки так и сделаю вот насквозь две пуговицы потому что здесь толщины не будет вот верху и этого не сделать потому что на груди две пуговицы вот так вот это не нормально будет Вот если там еще будет пуговица. А вот здесь, я думаю, можно попробовать сделать. То есть насквозь. Сейчас пришью, вам покажу. Сейчас я покажу, девочки, как я пришила пуговицы в итоге. Оказалось, сообразить, как и что сделать, не так просто. Теперь, девочки, пришиваю. Вот, смотрите, обтачку к пройме. Надо пристегнуть. Вот таким образом, в нескольких местах, вот таким образом пристегиваю. Вручную. Ну, иногда бывает на машинке я это делала. Сейчас вручную. Ну, соответственно, по остальным проймам, швам тоже. Так, ну вот здесь я пришила таким образом пуговицы, видите? То есть двойные. Это вот гарантия того, что с мясом не вырвешь. То есть они друг друга держат, эти пуговицы. А вверху, вот с этими рекомендуемыми журналом, кусочками тканей. Вот. Ну, сейчас, что вам показать? Вот такая у нас получается воротник на планочке. Вот пуговички такие, контрастные. Ну, под рисунок, не знаю, передает цвет. Идеально. Так, сейчас я утюжу, и уже мы будем фотографировать, вам показывать. Пуговички. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok